Привет, с вами Соколовский, и в этом видео я решил рассказать вам о своем личном опыте трейдинга в последнее время. Если вы спросите меня, Руслан, о чем ты сделал иксы в последнее время? То ответ будет очевиден, но как бы на биткоине, потому что он сейчас стоит уже 50 тысяч, ну, за небольшим минусом. Но помимо этого есть же еще и всякие DeFi-штуки. Так что сейчас я расскажу вам о том, как я недавно участвовал в ланч-пуле Binance, о том, что это вообще такое, сколько я на этом заработал. Спойлер, я на этом поднял 10 тысяч долларов. Прикольно. И расскажу еще про одну штуку, которую я умрался проспать. То есть я собирался поучаствовать, а мне не получилось. Перед просмотром видео я могу посоветовать вам изучить блокчейн Фритон, который сделан на основе Тона. Это пиринговая мультиблокчейн-система. И да, прямо сейчас у нее проходит очень много розыгрышей, в ходе которых вы можете получить токены. И ребята запустили еще и канал на ютубе, в котором можно все это изучить. В Телеграме они тоже, безусловно, есть. Ссылки в описании. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Итак, как вы можете видеть, вот здесь купил я в свое время за счет тикетов на ланч-паде 5000 единиц токена SFP. Это последняя вообще штука, которая была в ланч-паде. И по итогу я продал их гораздо дороже за четверть биткоина. Ну, четверть биткоина это по нынешним меркам где-то 10 тысяч долларов. На самом деле, как вы могли сами прочитать, заметить, SafePile это тот самый токен, который запустился по 10 центов. А затем, впоследствии, после листинга взлетело аж до 1 доллара 90 центов. Ну и по факту это очень много иксов. Я поосторожничал немножко и продал его несколько раньше, чем он достиг своей максимальной стоимости. То есть в теории я мог бы со своих 500 долларов, которые я изначально потратил, заработать не 10 тысяч, а даже еще больше. Но, в принципе, жалеть об упущенной выгоде это не к лицу. Вот так вот выглядит сам ланч-пул. Как видите, SafePile это последний токен, который здесь был в продаже. И когда будет следующее, я, честно говоря, не знаю, но стоит за этим следить. Конкретно SafePile, например, это безопасный и мощный кошелек, который был основан в нашей 18-м году. И мне кажется, что в основном такой сильный ажиотаж связан с тем, что это как-никак Binance, надежная штука. А тут еще и ООО на самом Binance. Ну, наверное, все много закинут, будут иксы. Ну, как бы так оно и случилось. Поэтому, кстати, моя ревка Binance по ссылке в описании. У меня там уже тысяча рефералов. И если у вас какие-то проблемы будут, например, то есть вас заблокируют или у вас будут какие-то проблемы с отправкой транзакции, то я могу вот прямо напрямик взять и в их техподдержку все отправить. В этом плане можете обращаться. Там еще и скидка в 20% на мои услуги. И есть другая штука, в которой я хотел поучаствовать. Есть вот такой канал, куда я агрегирую кучу каналов со всякими сигналами, с рекомендациями по трейдингу. Есть как платная версия для подписчиков, так и бесплатная. Просто канал для трейдеров, называется SignalPromiteos. И там была интересная штука под названием IFO. Там нужно было купить BNB, купить Cake. И за счет вот этих штук вместе можно было получить токены в IFOBerry. В общем, собирался я такой взять, купить этих токенов, купить тех токенов, все соединить, в общем, просто заделаться супер-мега-крутым хакером и получить кучу X-ов. А по итогу заснул, просыпаюсь и под вечер смотрю, все уже закончилось, захожу, смотрю результаты. Мне было бы вообще не обидно, если бы я зашел, посмотрел, а там, ну не знаю, там они X2 получили с этого, из-за того, что себе все мозги компостировали со всеми этими операциями. Но по итогу, к сожалению, они смогли продать эти токены по 8 долларов 30 центов с прибылью в 1546%. Учитывая то, что я собирался туда вкидывать 1000 долларов, звучит довольно-таки неудачно для меня. Считайте, не заработал я 1015-20 баксов, потому что все проспал. Ну, уже на этапе монтажа решил дописать одну очень важную вещь. Как я и писал у себя, в принципе, в Телеграм-канале, мы наблюдаем довольно забавную тенденцию, когда Binance объявляет вот эти вот фарминги токенов. И по идее, вот если вы посмотрите, то у меня здесь капает совсем копейка. То есть даже если я сюда закину 10 тысяч долларов, все равно будет капать всего лишь несколько, может быть, долларов в день, и то вряд ли. И получается, что все это сделано только для того, чтобы люди это все стейкали, и курс Binance коина рос. Вот прямо сейчас он уже дорос до 300 с лишним долларов, и все просто из-за того, что куча людей пытаются получить копеечку со стейкинга, которая, в принципе, равна примерно доходам с обычного хорошего такого банка, может быть, с каким-нибудь рискованным вкладом. И примерно то же самое происходит с вот всякими кейками, например. По сути, в этот момент их можно купить только за Binance. И, ну, можно было купить тогда, когда вот происходила та самая акция, которую я пропустил. И это, естественно, тоже поднимает курс Binance. И да, вот подобных вот штук, связанных с DeFi проектами, сейчас проходит очень много. Поэтому, если даже у вас на балансе валяются там 200, 300, 500 баксов, у вас есть шанс внезапно взять и заработать себе 1010-15 долларов. Главное, найти хороший проект, удачно вложиться и вывести денежку. Так что могу посоветовать DeFi. Если что, 6 апреля в Москве я буду на блокчейн-криптоконференции, на которой будет очень много спикеров из России и зарубежных стран. Так что ссылка будет в описании, если хотите туда прийти вместе со мной, то присоединяйтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в соцсети, телеграммы и прочие штуки. Всем пока.